Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология» в студии семейный психолог Надежда Бушмелева и сегодня у меня в гостях психолог Наталья Рыбакова. Наташа, здравствуйте. Здравствуйте. А тема нашей программы «Зачем мы всё время учимся?» Я хочу сразу же такую сносочку сделать, что мы – это взрослые. Да, потому что дети, понятно, им нужно учиться, а вот взрослые, которые уже сказали, да у нас позади и детский сад, и школы, и институты, тем не менее мы продолжаем развиваться и учиться. Что заставляет взрослого человека это делать? Давайте так сначала возьмём сферу образования, которая… Именно про профессии там, да? Да, профессиональная, именно высшая, средняя, потому что сейчас действительно люди учатся, буквально у меня клиент 46 лет пошёл учиться в медколледж, допустим, на вечерний, но он туда пошёл. Да, и у каждого свои какие-то, да, мотивы для того, чтобы получить образование. Да, вот у него как раз мотивация очень чёткая и очень правильная. То есть он знает, зачем он это делает, зачем он потратит там, по-моему, 3,5 года, это немало. Он закончит уже, ему будет почти 50, он собирается заниматься массажем, он собирается, да, именно работать в данной профессии. И я думаю, что у него как раз получится. У него очень утилитарный, прямо так сказать, подход, он знает, зачем он это делает. И вот это очень правильно, когда я получаю новую профессию, для того, чтобы потом её использовать. И да, это прекрасно. Есть другая сторона медали. Да, когда человек учится ради того, чтобы учиться. И таких мы тоже знаем. Таких мы тоже знаем, таких немало. Да, и когда это у человека уже есть второе, третье образование, высшее, да, и он не работает ни по одному из них, по какой-то причине. Либо работает по той первой специальности, по которой он когда-то получил, а потом вот он накапливает знания, ну, ради накопления знаний. И вот кажется, вот так, да, с позиции, ну, отлично, правильно человек делает, да, развивается, но в чём тут обратная сторона медали? Тут очень такая серьёзная, сложная обратная сторона медали. Человек таким образом прячется от жизни. Почему, да? Особенно это свойственно таким бывшим отличникам, или хорошистам, таким прям, таким плохим хорошистам. Когда-то давно, когда ребёнок был маленький, он пошёл в школу, и у него вдруг начало получаться. Вот прям хорошо так пошло. Вроде бы, кажется, хочется пожелать всем такого, да? Хочется, да, но мы не будем так делать. Да, у него пошло, и он очень чётко усвоил правила игры. Он 11 лет, а кто-то ведь ещё и в университете, но, по-первых, это высшему образованию. Человек очень долго играл по одним и тем же правилам. Он знал чётко, для того, чтобы ты был хорошим, для того, чтобы тебя похвалили, для того, чтобы у тебя всё получилось, тебе надо выучить и сдать. Выучить, сдать, да, то есть... Хороший такой алгоритм, да? Очень чёткий. То есть, в общем-то, он такой, он очень прямой, да, и больше делать ничего не надо. То есть, человек выходит вдруг после получения образования во взрослую жизнь, в такой, в мир, а там оказываются совершенно другие правила. Там не всегда тот, кто хорошо и чётко делает, получает пятёрку в конце. Иногда эту пятёрку получают за него другие. А он всё сделал. То есть, там совсем другие, не то, что совсем другие правила, но они гораздо шире. Там очень большую роль играют личностные качества, да, как ты умеешь добиваться результата, как ты умеешь идти к своей цели, как ты держишь удар. Что тоже немаловажно. А бывшие отличники очень плохо умеют держать удар, потому что этих ударов у них в жизни было мало, они же всегда были хорошими. И они ломаются, и они снова идут туда. Значит, чего-то там я ещё не доучил, говорит он, и идёт на вторую вышку. Вот я сейчас, вот я сейчас получу ещё вторую, и тогда уж я начну. И тогда я прям достигну в этой жизни того, что хочется. Потому что в жизни достижения – это не пятёрка в дневнике или в классном журнале. Да, или зачётка в зачётке. Но в жизни не получается, и человек идёт туда, где всё получалось. Где привычные рамки, в которых я точно знаю, что для того, чтобы меня похвалили, мне нужно сделать вот это и вот это. Отлично. И ещё каждый раз вешать себе миндальку на шею, потому что это же такой момент очень важный. Я, по крайней мере, это моменты сохранения себя как личности. И самореализации. И самореализация. Я реализуюсь, накапливая знания. Я их потом никуда не применяю. Я их потом... Никак не монетизирую. Никак не отдаю, да, не монетизирую. В принципе, ведь мы во взрослой жизни, мы же хотим действительно и уровень жизни соответствующий. Но так как я в этом не умею, я иду туда, где у меня получается. И думаю, я себя-то ведь тешу мыслью, что вот сейчас, сейчас, я сейчас это получу, и тогда, а там ведь с приростом образования личностное качество, ну, чуть-чуть, но так-то ведь сильно не растут. То есть я не могу, опять же, держать удар, я не могу достигать таких жизненных целей каких-то, да, с которыми я стал, профессиональных, может быть. Я вот опять учу, учу. Получаю очередной диплом, да, и кладу его, например, куда-то на полочку, чтобы он пылился. Да. Что тоже, впрочем, никогда, я всегда говорю, не помешает, потому что, если вы рано или поздно поймёте, в чём же вот этот самый затык, да, извините за такое, не можно сказать, совсем красивое слово, и тогда у вас уже за плечами такой багаж знаний, который и монетизировать можно, с которым можно уже перестать быть просто учеником, а начинать преподавать самому? Ну, да, да, но только вот это надо действительно вместе с багажом знаний нарастить и личностные качества. Вот если это будет, да, всё будет. Ну, я, например, знаю девушку, с которой мы вместе заканчивали университет, она очень хочет работать психологом, и она не работает. До сих пор? До сих пор. Потому что это страшно, потому что нужно перейти вот этот барьер, да, начать это делать. То есть прийти куда-то там, ну, в её, не знаю, там, 32 или 33 года, куда-то новичком, с ноля, ты ведь по первому-то образованию ты уже чего-то там достиг в профессии, а по второму-то своему ты ещё ничего не достиг, ты ноль. И ты будешь, ты придёшь, обнулишься и будешь зарабатывать снова. Сколько перспектив, мне кажется. Ну, страшно. И она боится отпустить то. Да, и она вот уже много лет, она мучается по этому поводу, она страдает, но она ничего не делает. Если вдруг вы услышали, что это ваша история, то тогда слушайте нас внимательно дальше, потому что мы сейчас будем говорить с Натальей, а что же делать в таких случаях? Если человек вот сейчас понимает, что вау, да это про меня, то какие будем делать самые первые шаги? Самый первый шаг, возможно, сходить к психологу. Так, хорошо. Сходить к психологу. Да, потому что он специалист. Да, и действительно это всё проговорить, разобраться, понять. Может быть, оно мне не надо, может быть, я зря мучаюсь, да, и, ну, я получил образование какое-то. Ну, окей, может быть, оно и не будет мне применяться, но я хотя бы мучиться не буду по данному поводу. А может быть, мне это действительно важно, да, и тогда мне стоит сделать вот этот шаг. С чего, как, может быть, где-то там какую-то энергию получить, да, для того, чтобы этот шаг сделать. Сходите к специалисту. Либо просто примите решение, либо мне оно надо, и я что-то делаю, либо не надо, я успокаиваюсь и иду дальше. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что есть у нас уже такая потребность, да, у взрослых людей, что если пенсия у нас теперь намного будет дальше от нас, да, то хочешь ты не хочешь, а тебе придётся развиваться, меняться и каким-либо образом перестраиваться. Это да. Поэтому мы всё-таки, наверное, сразу же выскажем с вами эту общую точку зрения, что мы за развивающихся взрослых. Однозначно, да, но развивающихся именно для того, чтобы дальше применять это. Да. Вот давайте мы попробуем с вами разобраться, какие же бывают ещё скрытые мотивы у людей для того, чтобы развиваться. А может быть, явные мотивы, да, они тоже у нас присутствуют. Вот если мы сейчас берём не только с точки зрения, например, получения какой-либо ещё профессии, а вообще на работе развития каких-либо навыков, да, мы же с вами знаем сейчас очень много всевозможных курсов, столько всего интересного и увлекательного, но и даже здесь не каждый готов в эту стезю войти. Да, конечно, конечно. Потому что в любом случае, когда ты приходишь и начинаешь учиться чему-то новому, ты там новичок, опять же, ты ноль. Как говорится, для того, чтобы что-то делать хорошо, надо какое-то время это делать плохо. Обязательно. Да, то есть когда я вдруг решила порисовать, там, да, в 40 лет, я точно, наверное, буду это делать сначала плохо. И вот этот барьер, его надо перейти для того, чтобы потом что-то делать. А он болезненный, да? Ну да. Когда у человека не получается, не важно, сколько ему лет, 5 или 50, ему всё равно, это некомфортно, это очень некомфортное состояние. Но не пройдя через него, ни один человек не получает того удовольствия от того, что у меня получилось, я смог, я сделал. А вот этот дискомфорт в начальном этапе, это такая плата за то, чтобы потом получить вот этот удовольствие, вот этот кайф от того, что у меня начинает получаться. Интересно ещё, вот такие моменты проживания, да, например, когда мы это испытываем в детстве, там, например, никто же не родился сразу же с умением читать. Да, конечно. То это как бы естественно. А вот когда вдруг у тебя не получается, как у взрослого, то априори кажется, что, ну, что ты, не знаю, столько лет ты живёшь уже, неужели ты это не можешь сделать? Это очень дискомфортное состояние, да, кто-то меня возвращает в детство. Хотя, действительно, мы все это прошли. И ни один ребёнок, там, пару раз упав на попу, не сказал, что, ой, мне так больно. Нет, это не моё, наверное, я так больше не буду делать. Ну, чем же отличаются, наверное, какие особенности обучения взрослых? Давайте вот тоже мы с вами проговорим. То есть одно дело, что у детей, там, да, это с позиции надо. Ты должен. Им интересно, детям интересно. Так. И у них нет такого. Сейчас дети бы поспорили. Но я не только школа, да, мы берём там всё вот эти вот новые. Да, эти кушковые деятельности, там, да, наработка каких-то таких прямо навыков. Вот. А взрослым, нет, им как бы тоже интересно. Да, ну вот этот вот скребёт там, что я сейчас опять что-то буду, да, не очень мне хорошо будет. Я вдруг сяду опять на скамью учеников, да. То есть я, статус, статус у меня сразу падает. Пусть в одной сфере, пусть я в другой-то и хорош. Да, там у меня в семье, там, на работе, в карьере, в бизнесе всё прекрасно. Но сюда-то я пришёл, я же ноль. Далеко не все это могут себе позволить. Вот ещё, наверное, такой очень важный момент. Это страх, потому что когда ты уже, тебе всё известно, всё понятно, ты уже отыгрываешь эти определённые роли. И, да, вот, например, я сейчас вспоминаю историю со своей двоюродной сестры, которая приняла решение, что она пойдёт на курсы учиться красиво говорить. Ну, вроде как уже там четвёртый десяток, да, и тут вдруг я хочу, я наконец-то хочу. И вот она каждый раз мне скидывает какие-то там свои там, как у неё получается, что там не получается, каким-то образом делится со мной эмоциями. И она говорит, у меня с каждым разом растёт самооценка. Я никогда ещё в жизни не занималась вот так осознанно, да, поднятием своей самооценки. И это такой процесс увлекательный оказывается. Если человек занимается вот именно, как это... Вроде бы ставишь речь, растёт, да. А растёт самооценка. Растёт, самооценка поднимается всегда. Даже если ты вдруг встал на горные просто лыжи, а до этого никогда на них не стоял. Однозначно, любое преодоление того, что мне было страшно, неудобно, дискомфортно, и у тебя потом начинает получаться, самооценка растёт автоматом. Это вообще, наверное, один из... Мне кажется, вообще единственный способ поднятия самооценки. А мне кажется, что наше общество вообще заинтересовано в том, чтобы было как можно больше людей с хорошей самооценкой, с такой адекватной. Ну, вот тут, наверное, политологи бы с нами поспорили. Но мы как психологи спорить друг друга не будем. Но мы как психологи, конечно, общество было бы гораздо более здоровым, гораздо более счастливым, да, если бы у нас были большинство людей с адекватной, ну, или чуть завышенной самооценкой, вот это не помешает. Итак, давайте про особенности обучения взрослых. Ну, во-первых, взрослые в процесс обучения идут осознанно. Что, например, не скажешь про детей? Ну, конечно, детей в процесс обучения обычно, как раз эти самые взрослые. И вводят. Хорошо, дальше. Самостоятельность действий. Если, например, детей мы с вами сопровождаем каким-то образом, да, потом потихоньку отпускаем только в это море самостоятельности, то взрослые, они изначально. Ну, конечно, да. И мы что с вами видим? Мы с вами видим массу примеров, когда взрослые, например, начали заниматься танголом, там, да, и так как что-то там у нас с силой воли, и ещё с какими-то там другими, да, мотивация какая-то пошла не такая, да? Ну, тут ведь, опять же, вопрос приоритетов. Да, я много чего хочу. Каждый из нас, наверное, очень много чего хотел. И танго, и лыжи, и развитием речи заниматься. Да, хоть это действительно всё интересно, но у нас в сутках у каждого только 24 часа. Так. И если я вот это время на танго, мне ведь его надо где-то взять, да, то есть если я его возьму там, ну, сколько, ну, пару часов, может быть, даже больше ещё и дорога туда-сюда, надо доехать, да. То есть мне надо это откуда-то взять. То есть то, что я делала раньше в эти два часа, я сейчас делать не смогу. Наташа, вы сейчас ищете причины для того, чтобы не заниматься танго? Нет, я говорю о том, что для кого-то это действительно становится приоритетом, и он эти два часа находит, да. А кто-то попробовал, действительно не моё, да. Он потом найдёт, например, эти два часа на то, чтобы керамикой заниматься. Да. То есть, значит, мы рекомендуем, ищите тот вариант, который вас будет вдохновлять, да, ищите то направление, которое вас будет развивать и наполнять. Ну, я возвращусь к самостоятельности действия. Вы замечали, что бывает проще и легче, например, идти учиться чему-либо, когда вы в компании? Конечно, конечно. Да, поэтому если вы чувствуете, что вы один раз куда-то записались и не смогли сходить второй раз, да, то берите компанию, и тогда у вас уже не будет такой возможности. Ну, её будет меньше. Возможности-то будет, но не будет, потому что я же человеку пообещал, и нарушить обещание – это так, ну, не очень хорошо. И поэтому это такой мотиватор для человека. Потому что, ну, я же там, я вот пообещал, что буду, другой человек придёт, а меня нет. Как это так, как мы потом будем взаимодействовать. Поэтому, да, это очень хорошо. Это прям замечательная штука. Берите. Да, берите на вооружение. Потому что, ну, я, например, всегда люблю входить в бассейн, потому что так зимой, кажется, ну, одной как-то собраться туда, там холодно, обратно идти. А вот когда ты, например, там с друзьями или с подругами, да, или всей семьёй идёте, то тогда можно и весело там и поплавать, и потом так же в кафе завалиться, да, там кофе попить, ещё что-то сделать. Ну, это такое уже мероприятие получается. Да, это уже мероприятие получается. Я себя мотивирую. Хорошо. Кстати, какие ещё бывают у нас вот моменты? Как себя человек может мотивировать? Прежде всего, наверное, ответить себе на вопрос, для чего я это делаю. Да, только по-честному. По-честному для чего я это делаю. Либо применять в жизни, либо это для меня отдых и разгрузка. Так. Да, то есть это ведь тоже человеку надо. Мы живём в таком динамичном мире сейчас, а у нас нет возможности где-то передохнуть, как вот, ну, мы-то дети ещё 20 века, да, я помню, как приходили наши мамы с работы. Не было такого телевизора, не было, да, там, да, программа была в телевизоре. Было очень много свободного времени. И тебе, у человека, было время как бы отпустить, да, разгрузиться. А сейчас мы всё время на связи, мы всё время, мы работаем даже из дома. Получаем какую-то информацию регулярно. Да, у нас все каналы информационные забиты, нам некогда разгружаться. Поэтому это одно из способов, в принципе, да, ну, не сойти с ума, да, в нашем таком очень быстром мире. Поэтому ищите, да, варианты. Если это для вас способ разгрузки, не вопрос. Даже если это накопление знаний ради знаний, но как способ разгрузки, если это осознанно, это тоже прекрасно. Отлично. Я прям себе даже запишу способ разгрузки. Это когда ты учишься и разгружаешься одновременно. Я думаю, что некоторые с нами могут поспорить. Лучший отдых – это смена деятельности. Так что, если это так. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Да, если, например, ты на работе поднимаешь тяжесть, это можно почитать в книге. И, пожалуйста, ты можешь легко. Сходить на курсы там, да, это уже развитие речи прекрасно. Хорошо. Смотрите, желание практиковаться. Практически у детей, они, например, чему-то научились, и у них как такового желания не возникает. А вот у взрослых в норме оно должно возникать. То есть я чему-то научился, и я хочу это сразу же реализовать. Не надо выпустить это во внешний мир. Да, потому что там уже дипломы-то уже лежат достаточно, да. И наша с вами задача, при всём при этом, никто не отменял моменты самореализации. Конечно, конечно. Вот эта грань, да, между тем, чтобы накопить внутри и выплеснуть наружу. Потому что наружу это либо новая профессия, либо это что-то сделано своими руками, либо это вот красивая речь, ну, кто чему учится, да. Поэтому, да, конечно, вот как раз вот этот момент и, наверное, определяет, это мне на пользу, или это мне вот, ну, просто так, да, вот не для чего. Хорошо. Хорошо. Ну и ещё, смотрите, значит, у нас есть уже, например, опыт в других каких-то сферах, да. И на этот опыт мы накладываем вот опять-таки новые какие-либо знания. И вот здесь у нас происходит такое вот как раз то, про что вы и говорили, да. Это личностный рывок, да, или шаг тебя как личности. Как личности. Ещё такой момент, да, вот хотелось бы сказать, что вот вы вначале сказали, что дети учатся, да, потому что для них это естественно, а кто нам сказал, что для взрослого учиться всё время – это неестественно. Кто нам сказал, что в 20 лет, да, всё развитие должно остановиться, и мы потом на том, что мы за 20 лет наработали, мы потом будем ехать всю жизнь. Мир настолько переменчив, мир меняется постоянно. Сейчас он очень быстрый. И учиться, по большому счёту, нужно постоянно, да, чему-то, чему-то, чтобы успевать. Чтобы не быть, как раньше, там, не знаю, 150 лет назад, 40 лет – это было уже… Глубокая старость. Да, то есть старушке-проценщице у Достоевского было 42 года. Боже. А сейчас 42 года – это девушка на выданье, логически. Мало того, жизнь только-только начинается, да? Да, 40 лет, да, только начинается. Поэтому сейчас учиться – это такие реалии современного мира. Чтобы ты успевал, чтобы ты был молодым. На пенсию-то нам сейчас на 5 лет позднее, да. Поэтому, чтобы быть в тонусе, да, учиться всё равно придётся. Либо профессионально, либо личностно, либо это какое-то хобби. Но для того, чтобы ты был всегда вот этим, чтобы драйв, энергия была, ты вынужден будешь учиться. Или ты будешь, как старушка-проценщица 42. Да, или ты будешь стоять на обочине этой жизни, смотреть, как другие делают то, что ты мог бы это реализовать, да? Да. Хорошо. Вот давайте ещё проговорим. Ну, и вы, и я – это клинические психологи. Мы с вами прекрасно понимаем, как работает мозг. Почему всё чаще и чаще говорят о том, что изучение чего-то нового, да, так необходимо для развития мозга, потому что это, в принципе, оставляет тебя как личность интересная для общества, но в то же время это поддерживает твой физический и психологический тонус определённый. Ну, конечно, конечно. То есть людям, которые всё время учатся, им всё меньше грозят болезни, да, там… Деменция. Да, да, савческая деменция, там он даже Альцгеймер, да, что-то такое. Поэтому качайте мозг. Кто-то сейчас скажет, Наталья, мозг – это не мышца. Я понимаю, что это не мышца, я знаю, что там другое. Но мы можем работать, да, над выстраиванием новых нейронных связей. Новых нейронных связей. Да, конечно. И что самое важное сегодня ещё, хотелось бы поговорить про моменты, которые связаны. Например, сейчас люди учат иностранные языки, люди учатся рисовать, люди учатся создавать такие… взрослые имеются в виду, да, создают такие вещи, которые, например, наши с вами бабушки и дедушки в своё время даже и не думали. Эти моменты важны не только для того, чтобы мы были вот в этой… в потоке жизни, да, но и для того, чтобы не отстать. Не отстать с позиции, если… вот, например, есть такая, да, даже не теория, это история жизни, когда человек, вовремя не научившись работать с компьютером, да, он до сих пор, хотя ещё вот, пожалуйста, он уже выпадает из профессиональной деятельности, потому что он не взял на себя такую ответственность научиться взаимодействовать с этой техникой. И он уже не может себе найти ту профессию… Да, а хотя, да, например, до пенсии ещё там десяток лет. И вроде бы страшно, да, но, тем не менее, таких историй всё больше и больше. Поэтому мы должны с вами понимать, что вот развиваться с возрастом, чем старше становишься, тем больше ускоряешься. Вот это, наверное, тот девиз, который должен присутствовать у каждого из нас, но по возможности, конечно, да? Я очень часто говорю, да, своим клиентам, что жизнь – это такой эскалатор, идущий вниз. Для того, чтобы оставаться на одном уровне, надо очень так интенсивно перебирать ногами. Для того, чтобы подниматься вверх, надо делать это в два раза быстрее. Потому что если только ты остановишься, ты съедешь вниз, и тебя заживёт за последнюю ступеньку этого эскалатора, и чтобы потом оторваться, будет очень сложно делать этот живок. Поэтому лучше не останавливаться, да, и всё время учиться, учиться чему-то новому. Не обязательно высшее образование получать, да, но чему-то новому всегда. А у нас есть очень много профессиональных курсов в любой профессии, да, повышение квалификации. Много ли повышают квалификации? По доброй-то воле, да? Много ли людей участвуют в каких-то профессиональных конкурсах, ещё в чём-то? Это потому что это тоже надо чему-то учиться, готовиться, искать время, что-то преодолевать. Но когда это сделаешь, это вот удовольствие ни с чем не сравнимое. Да, и ещё, наверное, в завершении нашей программы хотелось бы проговорить такие моменты, что иногда мы учимся чему-либо только для того, чтобы, например, справиться с тем или иным переживанием или с той или иной эмоцией. Например, в психологической литературе, вы встретите, если будете эту тему разбирать, очень много случаев описанных, когда, например, с помощью какого-либо нового навыка, которым вы не владели до этого, но владел, например, человек, значимый для вас, вы пережили, например, горе. К примеру, приведу, у клиентки ушла мама, и когда она поняла, что больше некому вязать носки для своих детей, потому что это раньше делала бабушка, она взяла и научилась вязать. И она говорит, что вот именно когда я этому училась, я прожила очень экологично вот эту потерю. Да, проживая в то же время, я сразу же восполнила вот тот навык, которого во мне не было, которым владела, например, там, её мама. Да, такие же вещи, это как раз процесс, когда мы обучаемся, да, трансформируя себя и при этом не теряем вот эту психологическую какую-то, да, адекватность. Адекватность. И причём это ведь связь такая, да, это традиция в семье, это прекрасно, мама вязала, я не умела, сейчас я буду, да, может быть, потом моя дочь научится, а эти вот связанные своими руками вещи, они так и будут у нас в нашей семье, это просто прекрасно. Чувствую, что меня ждёт вот это, это же самое. Учиться вязать носки? Нет, видимо, делать заготовки, потому что я никогда это не делала. У меня есть мама, она прекрасно готовит, но ведь мама, да, к большому сожалению, когда-нибудь уйдёт, и я думаю, что я это буду делать, учиться. Отлично, это опять-таки один из шагов, но можно этому учиться ещё и при маме, да? Я понимаю. Чтобы рецепты были переданы из уст в уст, да, чтобы под маминым чудским контролем всё это было сделано. Ну что, друзья, у нас ещё, конечно, эта тема очень увлекательная, да, и у нас есть ещё несколько минут, поэтому, Наташа, давайте вот каким образом выстроим наш разговор. Творческие способности, которые сейчас, ну, понятно, если изучать науку, если там получать новую профессию, это как бы и затратно и по времени, и по психологическим, и физическим даже каким-то, да? Ракурсом. А вот творческие способности. Если вдруг, например, вы решили, что вам ни разу не творец, там, да, я ни разу не творец, но тем не менее попробую, вот что необходимо, какие шаги нужно сделать для того, чтобы человек прошёл, как говорится, от начала до конца вот это, да, раскрытие своих творческих способностей? Во-первых, надо определиться, где, в какой сфере эти творческие способности у меня есть, а для этого надо, если, нет, у кого-то это понятно сразу. Кто-то, может быть, пел ещё в школе, да, или там рисовал, и уже мне это приносило удовольствие. У меня была как-то девочка, вот, она там очень тяжёлая была жизненная ситуация, и говорю, что ты любила делать в школе? Она говорит, на скрипке я играла. Давно брала скрипку в руки, ой, там, много лет назад. Сейчас девочка играет на скрипке в рок-группе, она не ушла из профессии, то есть она там какая-то менеджер, да, то есть такая совершенно стандартная профессия, но она настолько творчески сейчас реализована, да, я вижу постоянно у неё там тут концерты, там концерты, тут выступления, то есть вот ей было понятно, в какой сфере. А кто-то наоборот, да, кто-то в детстве у него не раскрыли никаких способностей, и он даже уже будучи взрослым утверждает, что да что вы, я ни на что не способен. Поэтому надо пробовать. Сейчас действительно гигантское поле деятельности, можно и порисовать, и на вокал сходить, и полепить, и там повалять, да, вот это из шерсти, всё что угодно, попробуйте. То есть вот это как раз разрешить самому себе, да, ты не гнобишь себя там, да, не говоришь, да какой там из меня там художник, или там какой там из меня певец, да, а я возьму и попробую, потому что очень многие вещи можно научить, обучить, рассказать. У меня у клиентки, она сводила маму в подарок на мастер-класс, они рисовали. Прошёл год, мама рисует и даже продаёт свои картины. Отлично. То есть мама говорит, мне бы кто сказал год назад, что я буду этим заниматься, я бы не поверила маме 50 лет. А в 50 лет у неё вдруг открылся талант, вдохновение, и всё пошло. Так что никогда не бывает поздно. И к тому же не... я хочу сразу же про гендерность ещё рассказать. Некоторые женщины говорят, ну вот мы женщины можем творить там, да, а мужчинам там, да, им нужно там кусок хлеба добывать, да, образно говоря. Я всегда говорю, вот мужчины-творцы, они ещё иногда бывают нам лучше и ярче покажут эту жизнь. Поэтому если нас сейчас слушают люди, которые никогда себе не разрешали развивать свои творческие способности и сомневались в том, что у вас что-то там может не получиться или наоборот что-то у вас есть, поэтому рискните, пожалуйста. Это иногда бывает хорошая точка роста для и вашей личности, да, и для ваших ресурсов, которые потом помогают, в общем-то, оставаться на плаву и процветать. Рискните обязательно, вы точно не пожалеете. Ну что, это у нас была программа «Практическая психология». Сегодня мы пытались выяснить, зачем же взрослые всё время учатся, для чего они это делают, ай-яй-яй, да? И раскрывала мне эту тему сегодня, помогала Наталья Рыбакова, психолог. Наташа, спасибо вам большое. Спасибо. Учите иностранные языки, рисуйте, творите, получайте образование и будьте счастливы. Всего доброго. Всего доброго. Практическая психология